Заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств проходило в 18-й раз. Обстановка официально деловая, разве что Южное Солнце нарушало привычный протокол встреч. Никто не спешил занимать своих мест в бизнес-центре Маринс Парк-отеля. Встретив Ван Яна, заместитель и представитель Государственного Совета Китайской Народной Республики Дмитрий Рогозин, вице-премьер правительства России, пригласил всех к диалогу. «Предстояло обсудить все моменты московской встречи на высшем уровне в рамках развития экономик, да удержав». Задача одна – выйти на новый уровень экономических отношений и тем самым дать ответ на введенные Западом санкции. Рассказали участники заседания и о первых впечатлениях посещения Красной Поляны. Сразу после прилета в Сочи мы из аэропорта поехали в Красную Поляну. Там увидели новые современные социальные инфраструктуры, посетили олимпийские объекты и были впечатлены гордостью местных жителей. Представители власти и бизнеса двух стран обменялись мнениями и окончательно доработали некоторые соглашения, а их в Москве планировалось подписать более 80. Следующее заседание должно было пройти в отеле «Пулман». И чтобы погода экономическая соответствовала погоде южной, делегация решила пройти по набережной пешком. Это библиотека города Сочи, библиотека имени великого русского поэта Пушкина, Александра Пушкина. История проникновения русской классики в Китай как раз и началась с Пушкина. Но времени на обсуждение литературных пристрастий с обеих сторон совсем не было. В «Пулмане» их ждали остальные участники деловых переговоров. Сразу после заседания комиссии открылся российско-китайский экономический форум. На нем продолжилось, но уже в расширенном составе, обсуждение вопросов сотрудничества России и Китая в сфере высших технологий, финансовом секторе, в области строительства и сельском хозяйстве. Международный диалог, в котором приняло участие свыше 400 человек, стал подготовкой ко встрече глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики. С докладом выступил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин. Он отметил, что торговый оборот между двумя странами должен увеличиться к 2015 году до 150 миллиардов долларов. Но и это не предел. Необходимо расширять партнерские отношения, несмотря на глобальные вызовы и динамично меняющуюся экономическую ситуацию в мире. Сегодня две страны в мире, Соединенные Штаты и Российская Федерация, обладают полноценно уже развернутой группировкой, орбитальной группировкой навигационных систем. Но Китайская Народная Республика активно развивает свою систему, систему Бэйдоу. И в силу особенностей географических и технических, эти две системы очень удачно сочетаются друг с другом. По сути дела и Россия, и Китай сегодня учатся, осваивают очень сложный рынок космических услуг. Что касается курортного Сочи, то сейчас ведутся переговоры о прямом авиасообщении Сочи с городами Китая. Новый маршрут может быть запущен к маю, а в конце 2014-го глава Сочи Анатолий Пахомов поедет с презентацией курорта в Пекин с целью привлечения в наш город китайских туристов. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.